МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Не допустить прорыва. Из-за реконструкции теплотрассы перекроют движение на пересечении Московского шоссе и Георгия Димитрова. Атака клонов на рынке ЖКХ. Воротилы коммунального бизнеса обвиняют друг друга в нечестной конкуренции. Ромео и Джульетта заговорили на татарском. Волготеатральная преподносит сюрпризы зрителям. Этим вечером состоялось первое заседание депутатов Самарской городской думы 6-го созыва. Районные советы депутатов определились с выбором и делегировали в парламент своих представителей. Народным избранникам предстояло выбрать председателя думы, а также сформировать профильные комитеты. Подробности смотрите в наших следующих выпусках. А за несколько часов до исторического заседания на конференцию собрались единороссы, чтобы подвести итоги прошедших выборов. Какие оргвыводы из минувшей кампании сделали для себя члены партии власти, расскажет Марина Кравцова. Явка на выборах в органы местного самоуправления в Самарском регионе стала одной из лучших в стране. В Самаре проголосовали около 32% по области почти 48%. Партия власти – бесспорный лидер. 243 ее представителя избраны в районный совет депутатов в областном центре. Главное сейчас – оправдать доверие и выполнить наказы жителей, отметил глава региона. Было много наказов, предложений, просьб разных людей. Понятно, что перед выборами мы видели, слышали, чувствовали, что очень активно работали над выполнением этих наказов. И главы районов, города и город пытался оперативно работать, и работал. Я бы хотел, чтобы этот настрой сохранился и после выборов. Несмотря на победу, в некоторых моментах предвыборная кампания стала для партии уроком, причем горьким. Горький урок этой кампании – это действия некоторых наших однопартийцев в ходе выборов, которым нам еще предстоит дать принципиальную партийную оценку. Я говорю о откровенных попытках дестабилизации обстановки, которые наносили ущерб всему региональному отделению партий. Располагаясь значительными финансовыми средствами, наши коллеги-однопартийцы поддерживали кандидатов от других партий, пытались провести своих депутатов в районные советы, в городскую думу. В итоге люди не понимали, за кого голосовать. Чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем, единороссы намерены сделать оргвыводы. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Успеть за четыре дня в жесткие сроки должны уложиться рабочие, меняющие теплотрассу в районе пересечения Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. По проекту в этом месте к Чемпионату мира по футболу построят развязку, а пока для будущей дороги готовят надежный тыл, чтобы не спустить в трубу потраченные миллионы. Наш корреспондент проверила, насколько подрядчики готовы работать по-стахановски. Работы по замене теплотрассы длиной в 43 метра начались. Из-за этого уже завтра в пяти многоэтажках отключат горячую воду, а сегодня ночью на этом участке перекроют движение. За четыре дня рабочим надо успеть заменить трубу диаметром в 720 миллиметров. Реконструкция тепломагистрали связана с расширением Московского шоссе. По проекту здесь построят новую развязку. Здесь будет произвести такое расширение проезжей части, скажем так. И из-за этого нужно, чтобы участок сквовой сети был проложен именно под этой федеральной автодорогой. Там будут меняться строительные конструкции канала, и, соответственно, будет прокладываться участок нового трубопробов. Новая развязка спасения от пробок. Автолюбители готовы мириться с перекрытой дорогой ради будущей свободы передвижения. Пускай потерпели там дня три, четыре, пять, зато потом спокойно без пробок будем ездить. Это первые вообще за всю жизнь здесь начали такие капитальные строительства. Это вообще ничего не строилось. Терпим. Чтобы не устранять порывы на старой теплотрассе, тогда, когда здесь положат новый асфальт, реконструкцию проводят заранее. Именно на таком подходе настаивает глава администрации Самары. Олег Фурсов поставил задачу уложиться в минимальные сроки. Нужно обязательно отследить, чтобы необходимые трубы, лотки, подушки бетонные были в наличии. Они складированы в месте вскрытия с тем, чтобы не растягивать все это на месяца. И надо организовать работу в три смены. Четыре дня все-таки это долго. У нас ремонты по городу идут, по основным трассам. И перекрывать вот такую улицу, конечно, хотелось бы в минимальном объеме, на минимальные сроки. Подрядчики уже вышли на объект и рапортуют, справятся. Все материалы в наличии. Подготовительные работы уже начались. Мы будем работать в круглосуточном режиме. Это будет трехсменка, работать будем день и ночь. Поэтому мы надеемся, что все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. На время работы изменится и схема движения общественного транспорта. Подробную схему можно посмотреть на сайте городской администрации. Юлия Черняева, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События. Обратите внимание, что изменения коснутся в том числе и таких популярных маршрутов, как 6, 61, 21, 37 и 70. Виновны все. В Ленинском районном суде поставили точку в громком уголовном деле об исчезновении 106 миллионов рублей компании «Роснефть». Следствие и судебные тяжбы продолжались более двух лет. Гособвинитель просил для всех трех подсудимых по 7 лет лишения свободы. Какое же решение принял суд, расскажет Павел Баймаков. «Однозначно оставлять это так не буду просто. Будем дальше судиться, дойдем до Верховного, ну и до Странсбурга. Если надо будет, значит дойдем до него. Доказываю, что вы не виновны. Я полностью не виновен, поэтому я спокоен». Это интервью один из ныне осужденных Андрей Зуев дал нашему телеканалу за несколько часов до приговора, словно был уверен, что он будет обвинительным. Хотя даже после оглашения своей вины не признал ни один из троих фигурантов дела. Напомним, по данным следствия, три года назад подсудимые получили крупную сумму денег от компании «Роснефть» в качестве спонсорской помощи «Театру Лайт». Но позже миллионы оказались на счетах совсем другой фирмы. «Мне сообщили о том, что вот есть деньги, они пройдут через свою контору, и надо просто поставить подпись. Эти деньги целенаправленно направлялись в Лайт, чтобы эти деньги пошли дальше, вот, на, как оказалось, обнальную фирму «Ротор». Куда вот они дальше попали лично, я, конечно, утверждать не могу». За несколько подписей в документах, где фигурировала крупная сумма денег, «Театр Михаила Ушакова» получил 106 тысяч рублей, куда делись миллионы, до сих пор неизвестно даже следствию. «Были установлены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Много было дополнительных материалов запрошено, изучено и представлено, в том числе, суду. Было сделано все возможное для того, чтобы представить доказательства их вины. Я считаю, что их вина полностью доказана». В то, что подсудимые отправятся за решетку, их родственники до сих пор отказываются верить. «Я очень люблю своих сыновей, верю в их невиновность, и я думаю, что все равно, правда, это, а она есть, в любом случае, восторжествует». Братьев Андрея и Алексея Зуевых суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Михаил Ушаков проведет за решеткой четыре с половиной года. Кроме того, по решению суда трое осужденных должны будут выплатить потерпевшей стороне, то есть компании «Роснефть» больше 30 миллионов рублей. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре при попытке получения взятки задержан следователь. По версии обвинения, с августа по сентябрь этого года подозреваемый за 3 миллиона рублей обещал не привлекать к уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие преступления. Впрочем, деньги следователь так и не получил, как сообщает в пресс-службе Следственного комитета по независящим от него обстоятельствам. В момент передачи части взятки 2 миллионов рублей следователь заподозрил неладное и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками собственной безопасности Следственного комитета России. В сообщении пресс-службы также говорится, что Следственный комитет намерен и впредь жестко пресекать все факты коррупции. Это принципиальная позиция руководства ведомства. Конец цитаты. Атака клонов. В Самаре появилась новая управляющая компания «Коммунальник». Это уже третья контора на рынке ЖКХ с похожим названием. В городе работают муниципальные предприятия «Коммунальник». Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Коммунальник». Теперь есть и еще одна фирма с тем же названием. Бизнесмены говорят о нечестной конкуренции. Жители недовольны путаницей. В «Коммунальных клонах» пыталась разобраться и Марина Матвейшина. Переполох в Ленинском районе. На коммунальной арене появилась новая управляющая компания «ООО «Коммунальник». Все бы ничего, только 94 дома в районе уже обслуживает ООО «УК «Коммунальник». Отличие в названии только в двух буквах. Я даже всех предупреждала, смотрите на квитанции, а то еще вам пришлют квитанции двойные. Запутаться легко волнуются жители. Возглавляет новый коммунальник бывший директор Старого. Он, по словам жителей, и предлагает перевести дома в новую управляющую компанию. Я только удивилась, а на какой базе он это будет делать. Если у нас есть коммунальник, у нас есть дом управления, ЖИУ, которые там, там есть слесаря, там сварщики, там есть обслуга. А он с кем будет работать, с кем он будет этим делом заниматься? Я ему стала говорить, он говорит, ну все будет. Этого товарища мы не знаем, а этого уже знаем, что они ничего не делали. Мы недовольны его работой. На нового директора Старого коммунальника жители еще возлагают надежды. Сергей Кирин, в свою очередь, опасается. Действия новоявленной конторы ставят под угрозу начало отопительного сезона. Подготовка к нему уже завершается. И смена управляющей компании в этот момент может оказаться фатальной. К тому же конкуренты раздают жителям листовки, где предлагают очень заманчивые, но маловероятные, на взгляд Кирина, условия по договору. Снижение тарифов за коммуналку на 18% за счет упрощенной схемы налогообложения. По упрощенной работать можно, но это немножко другой смысл в этом упрощенной. Это с подрядными организациями просто расчеты будут другие, а с населением это по тарифу, они не изменятся абсолютно. Единственный момент, это они могут сделать минус 18% только за счет недоказания каких-то услуг. Новый коммунальник вправе обслуживать жилищный фонд. Компания прошла лицензирование. И доверять ей свои дома или нет, решать могут только жители на общедомовом собрании. В первую очередь надо смотреть, что за этой компанией, сколько у нее техники, какое у нее преимущество непосредственно, потенциал для обслуживания того или иного дома. На момент лицензирования у нового коммунальника не было на содержании ни одного дома. И доверять ему жители пока не торопятся. Я так сказала, что мы коней на переправе не меняем. Мы попробуем поработать и с другими. Ну не понравится, будем организовывать свое ТСЖ. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В северо-восточных районах установлен четвертый класс пожароопасности. Все это следствие аномальной погоды, что установилось в регионе. Пока специалисты бьют тревогу, самарцы просто радуются этой компенсации за прохладный август. Когда закончится нежданное лето, знает Марина Мирная. Это уже даже не бабье лето, когда столбик термометра не поднимается выше 20 градусов. В Самаре настоящая июльская жара. Плюс 28. Необычная для конца сентября погода держится, несмотря на осень. Отмечается острый дефицит осадков. За это время, за 50 дней, выпало 3-4 миллиметра осадка. Это всего 43% от нормы. Вот такая погода для нас, для человека, комфортно, тепло, продолжается лето. Но это не очень хорошо для сельского хозяйства. Самарцы такому подарку погоды только рады. Бархатный сезон открывают не на Черноморском побережье, а прямо на Волге. Август у нас украли, сентябрь отличный, поэтому я считаю, что сейчас просто каждый обязан выходить и купаться. То есть 18 градусов, это очень тепло для Волги. Погода супер. Август был холоднее, так что сентябрь очень хорошая погода. Купающихся на самарских пляжах, конечно, меньше, чем в разгар лета, но безопасность отдыхающих превыше всего. В МЧС приняли решение продолжить патрулирование береговой линии. Бьют тревогу и пожарные. В Национальном парке Самарская Лука в сентябре уже произошло несколько возгораний, поэтому леса посещать строго запрещено вплоть до 6 октября. У самарцев есть как минимум еще неделя такой прекрасной и теплой погоды, но все же беспечными быть не стоит. Погода явление хоть и прогнозируемое, но непредсказуемое. Стоит позаботиться о себе и достать с интересоли зонтики и из шкафов плащи. Все-таки осень и дожди не за горами. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Ковать кадры без отрыва от производства. Такую амбициозную задачу ставят перед собой в Самарском трамвае на троллейбусном управлении. Этой осенью ТТУ получила право вести образовательную деятельность. Здесь уже набрали первую сотню студентов. Почему вожатому трамвае важно знать не только ПДД, но и тонкости психологии, узнал наш корреспондент. Дмитрий Коновалов конспектирует каждое слово преподавателя. Курсы здесь, в центре ТТУ, молодой человек совмещает с учебой в госуниверситете путей сообщения. Чтобы стать железнодорожником, Дмитрий специально переехал из родного Туапсе в Самару. И сейчас его первая цель – научиться управлять трамваем. У водителя трамвая была мечта моего детства. Собственно, когда впервые приехал в Самару из другого города, трамвай как бы украл мое сердце. Дефицита трамваев и троллейбусов, говорят, в учебном центре в Самаре нет. А вот с водителями напряженка. Поэтому и организовали четырехмесячные курсы обучения, причем бесплатные. С самого первого дня каждый слушатель знает, в каком депо, а их у нас шесть, он будет проходить учебную практику. Начальники депо в течение учебного периода изучают своих подчиненных будущих людей и воспитывают их, готовят под выполнение задач каждого конкретного структурного подразделения. Лицензию на право образовательной деятельности учебный центр получил в сентябре. Теперь 11 преподавателей объясняют слушателям устройство машины, правила дорожного движения и даже ведут психологическую подготовку. Водитель, во-первых, общается обязательно с людьми. Он попадает в конфликтные ситуации на дороге, которые он должен уметь разрешать. Здесь же, в стенах центра, проходят первые тренировки на тренажерах. На этом тренажере можно включить все цепи троллейбуса в реальном времени, как работает, показать компрессор, когда работает тяговый двигатель. По окончанию обучения всем слушателям выдадут свидетельства. Ожидается, что к декабрю ряды водителей трамваев и троллейбусов пополнят 100 человек. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Шекспир на татарском языке. Участники фестиваля «Волготеатральное», что идет на этой неделе в Самаре, продолжают удивлять зрителей. Альметьевский театр представил свой национальный взгляд на классику. В том, что трудностей перевода не возникло, убедилась Мариана Мирная. Замахнулись на велья монашево Шекспира. Татарский театр из Альметьевска привез на фестиваль «Волготеатральное» классику в национальной интерпретации. Ромео и Джульетту. Актеры говорят, фестивальная жизнь особая. Каждый театр старается удивить не только зрителя, но и коллег по цеху. Я бы так отметил про наши спектакли. Мы стараемся возить, дарить зрителям лучшие наши работы. Играют актеры на своем родном языке. В Самаре проживает большое количество татар, которым наушники с переводом не нужны. Но и русскоговорящие зрители уверены, что Шекспир понятен и без слов. Я, к сожалению, не знаю татарский, но думаю, наушниками тоже пользоваться не буду, поскольку рядом со мной будет носитель языка. Думаю, будет помогать в каких-то моментах, когда я буду не понимать что-то. Ну, я много на каких языках в своей жизни смотрел, поэтому это, в общем, не проблема, это нормально. На первой «Волге театральной» в 2013-м Альметьевский театр был отмечен в двух номинациях – за лучшую режиссуру и за мужскую роль второго плана. Актеры признаются, в этом году они тоже не хотят нарушать традицию и мечтают привезти домой заветную статуэтку. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Подробный дневник фестиваля «Волга театральная» смотрите сразу после вечерних выпусков программы «События». Мариана Мирная поделится деталями праздника искусства. А теперь время экономики. Не переключайтесь. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» снимает с производства «Ладу Приору». При этом официального сообщения об этом решении завода не поступало. Эксперты предположили, что «ВАЗ» решил тихонько списать «Приору» под презентацию новой «Лады Веста». В ответ руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что по состоянию на сентябрь 2015 года производство «Приоры» выполнило свой месячный план. Персонал, занятый на сборочной линии, занимается мероприятиями по обучению, обслуживанию технического оборудования и улучшению рабочих мест. В общем, как всегда, навели тень на плетень. Реальные располагаемые доходы россиян в августе уменьшились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года. Таковы данные Росстата. В целом, за январь-август доходы населения в реальном выражении сократились на 3,1%. Средняя номинальная зарплата в августе, по предварительным данным Росстата, составила 31 900 рублей. И, как ни странно, по сравнению с августом 2014 года, она повысилась на 4,4%. В то же время, в реальном выражении, средняя зарплата упала в августе в годовом исчислении на 9,8%. А в целом, за 8 месяцев, она снизилась на 9%. Крым обещает снизить цены в следующем сезоне. В регионе налаживается логистика. Решена проблема с пресной водой, недостаток которой полуостров отмечал в прошлом году. Сообщается, что за решение актуальной проблемы сервиса и его низкого уровня тоже взялись. В межсезонье этого года будет организована целая серия семинаров и школ, направленных на обучение специалистов, работающих в гостиничном бизнесе и других сферах обслуживания туристов. Курс доллара на 24 сентября 66 рублей 4 копейки. Курс евро 73 рубля 53 копейки. Золото стоит 2387 рублей за грамм. Серебро стоит 31 рубль 42 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 49 долларов 47 центов за баррель. А теперь время спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. FIFA уверена в Мундиале 2018. Первый фестиваль фитнеса прошел в Самаре. Королева спорта пробежала по набережной областного центра. Чемпионом 11 областной легкоатлетической эстафеты на призы Самарской губернской думы в девятый раз стала команда из Тольятти. В этом году соревнования прошли под девизом «Спорт – это мы, одна губерния, одна команда». Соревновались в скорости как начинающие легкоатлеты, так и мастера спорта, победители международных соревнований. В итоге первую финишную черту пересекла неоднократный победитель Самарской легкоатлетической эстафеты «Мастер спорта» Юлия Федосюк из Тольятти. У Кенеля серебряной медали Самарская сборная заняла третье место. Была очень сильная борьба. И мы бывало, что на последних метрах только я вырывала эту победу. Ну и всегда ставят меня, потому что я чемпионка области, и быстрее меня пока нет на этой дистанции. Пока легкоатлеты боролись за медали, на Самарской набережной впервые прошел фестиваль фитнеса. Свои тренировочные программы продемонстрировали все ведущие клубы города для новичков, продвинутых любителей здорового образа жизни и профессионалов. Кроме стандартных тренировок, участники фестиваля разыграли футбольный фитнес-кубок. На соседних площадках специалисты проводили для всех желающих тесты, позволяющие определить уровень физподготовки, давали советы по правильному питанию и разрабатывали систему индивидуальных тренировок. Родилась вот такая идея создать фестиваль, фестиваль фитнеса, который еще раз говорит и показывает о том, что он делает, как он работает. То, что мы работаем в единой команде, в едином ключе для того, чтобы физическая культура и спорт были и были на высоком, достойном уровне в нашем городе. Президент FIFA Йозеф Блаттер выразил уверенность в высоком уровне подготовки чемпионата мира, который через 994 дня начнется в России. Международная федерация и города-организаторы упорно работают вместе, чтобы подготовить успешный турнир в 2018 году. Он будет 21-м по счету. Как заявил Блаттер на официальном сайте FIFA, довольны будут не только футболисты, но и болельщики. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»